Сегодня очередная встреча в рамках выставки «Послефотографии», которая проходит на верхней площадке галереи Виктории. И сегодня мы обсуждаем, у нас были до этого лекции более широкие, от московских гостей, сегодня обсуждаем более узкую тему. Это творчество Вольфганга Тильманса, немецкого фотографа, который является одним из героев выставки «Послефотографии». Его творчество, его работа, в том числе общественная работа, признание, которое он получил в мире, сделало его просто живым классиком. В 2000 году он получил самую престижную премию Великобритании, премию Тернера. Причем первый фотограф не английский фотограф, не английского происхождения. Он живет на две страны, так получилось, Германия и Великобритания. И является одним из самых выставляемых, самых цитируемых, популярных фотографов в мире. А кто-нибудь знает Тильманса? А вот кто-то посмотрел. Перед лекцией? Или вот. Ну просто вот так жалко, что он в России не очень известен. Хотя он в России тоже выставлялся. В 2014 году можно было видеть его работы на манифесте. Манифест – это такая европейская биеннале странствующая. Вот она была в 2014 году в Петербурге. Там я вживую увидел его работы, вживую увидел его и даже взял фотограф. Если что. Да, но давайте уже конкретно про то, о чем мы будем говорить. И лекцию мы назвали «Фотограф свободы» не случайно. Он довольно рано начал карьеру, там, 18 лет. Он родился в 68-м году. И уже в конце 80-х он устроился… В 88-м году, по-моему, он устроился в журнал ID. Работал, да, фотографом таким журнальным, фотографировал различные мероприятия, особенно там какие-то вечеринки. И даже он был таким специалистом по гей-парадам, которые тогда вот начинали, набирали обороты в Европе. И начну, наверное, да, вот вообще с характеристики того времени. Да, вот журнал ID перед вами. Это обложка журнала 92-го года, в котором была опубликована такая, ну, самая популярная, точнее, как бы первая популярная серия его, которая сделала ему имя в итоге. Мы позже, значит, посмотрим, как это, что это за серия, что за фотографии. Но сначала, может быть, о времени, да, конец 80-х, начало 90-х. Вот мы тут все жалуемся, что вот 91-й год, развал Советского Союза, как там Путин назвал-то, величайшей геополитической катастрофой. Вот, ну, не без, как бы, без доли правды. Но дело в том, что вот такие вот события, такие вот катастрофы, они происходили, или сдвиги, они происходили не только в России, не только в Советском Союзе, на территории бывшего Советского Союза или там в странах Варшавского договора, но вообще и в Европе, и в Америке. Давайте просто вспомним, что было в 90-е, вот в этот период. И особенно очень интересно, что в 91-м году произошло два события, очень громких, очень важных. Одно из которых было олицетворением наступающей свободы и предвестником вообще Евросоюза. А второе событие трагическое, которое обозначило, как бы, проблемы времени и вывел на сцену, в общем-то, те темы, которые сейчас, ну, многие жалуются, что этого слишком много. Итак, что же это за два события? А что, ну, сначала поиграем, да, просим, что называется, проснемся. Кто-нибудь что-нибудь помнит про 90-е? Объединение Германии? Объединение Германии, падение Берлинской стены, да. И это, конечно, такой мощный просто импульс. Во-первых, конечно, предвестие, что Советский Союз, как бы, больше не империя зла и, как бы, перестройка достигла такого, ну, такого рубежа, что все, дается свобода всем, все свободны. А Германия, как бы, воссоединение Германии, как, действительно, ну, предвестие к Евросоюзу, что объединяться, объединяться, восстанавливать связи, все то, что было когда-то потеряно, все, давайте снова. И буквально, да, там, через несколько лет, по-моему, в 96-м, 98-м уже и договор Евросоюза заключается. Да, это вот такой позитивный момент. А кто помнит, что такого грустного, трагического? Кто умер в 91-м году? Нет версии. В 91-м году от СПИДа умер Фредди Меркури. Вот, и это другая тема. Конец 80-х, это очень рубеж, да, 80-90-е, время, когда очень много известных людей умирали от СПИДа. То есть, когда говорят там, ну, что-то там какие-то наркоманы, тунеядцы, значит, там что-то, вот они там проститутки, вот они там умирают, да. Когда умирает рок-звезда. Я вам просто сейчас перечислю, кто тогда умер. В 89-м году умер легендарный фотограф Роберт Мэпплторп, мы сегодня о нем будем вспоминать. В 90-м году умирает художник, в том числе мастер такого стрит-арта Кейт Харринг. В 94-м году умирает тоже культовый британский режиссер Дерек Джармен. В 92-м году умер художник, и тоже так стритался как бы с уличной тоже практикой, авангардно-американский художник Дэвид Войнорович или Давид Войнорович. Он нам малоизвестен, но Тильманс был с ним лично знаком. И как раз, допустим, смерть Войноровича очень повлияла на Тильманса. Все стали говорить о СПИДе, о ВИЧе как проблеме. И когда мы говорим про борьбу за права ЛГБТ, то, что началось в конце 80-х, 90-е, и стало обсуждаться все публичнее и публичнее, это не совсем была проблема, знаете, не за гейбраки, а за выживание. Был тогда такой слоган, тоже группа американских художников, ЛГБТ-художников, расклеивала афиши «Молчание – это смерть». Что нельзя молчать об ЛГБТ, потому что это приводит к молчанию о ВИЧ, о СПИДе, и люди умирают. Наоборот, мы должны активно мусолить их личную жизнь для того, чтобы осветить это темное место ярким светом, чтобы мы смогли поднять тему венерических болезней, их лечение на какой-то другой уровень. Ну, а действительно, СПИД – это не какая-то ВИЧ, не была какая-то… Ну, не сифилис, да, то есть не какая-то проходная инфекция, как бы лекарства не было, а люди умирали, да, и все, какие люди. Вот это все было. И, соответственно, да, борьба за права ЛГБТ – это не права за сексуальную свободу, это права за… Или права на личную жизнь. Это борьба за жизнь, за медицинское обслуживание, за, как бы, вот эту социализацию, что ли, того, что происходит, да, вот этих смертей, этих болезней, и, соответственно, как бы, да, этого образа жизни. Но это еще и, конечно, шло рукообраку с проблемой цензуры, например. И в 89-м году умер Мэппл Торп, и ему планировалось сделать там национальный худож... Как я сейчас скажу? Смитсоновский институт, такая организация в Америке, и какой-то национальный культурный фонд выделили деньги для того, чтобы сделать его посмертную выставку в Национальной портретной галерее. Не помню. В Вашингтон, Нью-Йорк, не буду врать. Одним словом, в одном крупном музее. Выставку его фотографий. Некий сенатор Джесси Хелмс был большим противником вот этого всего, при этом заведовал культурой и боролся за то, чтобы уменьшить финансирование всех тех организаций, которые поддерживают эту выставку. Более того, через его шумиху выставка была отменена. В итоге сторонники выставки устроили некий парад, некий марш, и сделали проекцию автопортрета Мэппл Торпа, проекцию фотографий автопортрета Мэппл Торпа на стены портретной галереи, что выставка будет так или иначе, и то, что делал Мэппл Торп, это искусство, а не как, что вы там думаете, какая-то порнография или пропаганда и так далее и тому подобное. То есть, да, цензура, свобода самовыражения, в том числе какая-то телесная. Кроме того, мы уже когда-то здесь вспоминали на одной из лекций о том, что в 1984 году в Англии была так называемая битва при Аргриве, такое сражение между шахтерами и полицейскими, когда шахтеры бастовали, полицейские пытались прорвать их. Ну, кордон какой-то, да. И в итоге было столкновение с конной полицией, это привело к большим жертвам. Полиция, конечно же, победила. Весь город Аргрив шахтерский возенавидел Маргарет Тэтчер за ее жесткую экономическую политику. Так нюанс заключается в том, что в 1985 году к борьбе шахтеров присоединилась организация лесбиянки и геи в поддержку шахтеров. Она просто существовала два года. То есть я о чем, да, о том, что это не про вообще свободу в постели, да, и не про гей-браки было тогда. Это было про социальную борьбу за, как бы, знаете, вот, ну, там, для кого-то за медицинское обслуживание, для кого-то за какие-то льготы и так далее. Просто вдруг мы обнаружили, что угнетаемыми являются не только рабочие, пролетариат, но и другие слои населения. Да, в 1985 году Дона Харауэ пишет книгу «Манифест киборгов» и начинается так называемая третья волна феминизма. А третья волна феминизма, она уже не за права, там, не знаю, женщин избираться или выбирать и избираться, да, потому что эти права уже были отвоеваны. А это была борьба, точнее, этот феминизм был посвящен уже вообще проблемам гендера и угнетению гендера, его социальной природе, и рассматривались и мужчины в том числе, да, как жертвы определенных гендерных стереотипов. Вот это вот такое горячее время, 80-е, когда все за что-то боролись и, соответственно, как бы, да, детем, ребенком этого времени был Вольганг Тильманс. И что же это за первая, одна из первых серий Тильманс, которая была опубликована в журнале ID в 92-м году. Она называлась «Как брат, как сестра». Ну, такое, поскольку журнал был про моду, музыку, в общем, про какие-то культурные индустрии, тут под заголовок, что это фэшн-стория, хотя, конечно, не особо это фэшн. Ну, журнал ID посвящен альтернативной моде. И Тильманс сделал такую первую майку, он потом не раз будет возвращаться к майкам и к каким-то текстам на майках. Что написано, да? Они не разрушают свои жизни, их цель – разрушить меня и тебя. И по бокам «Fuck men» – трах и мужчин, и «Fuck men male domination» – трах и мужское доминирование. Что тут еще? В общем, что-то ищем свободу, чтобы жить, любить и делать. Вот такие вот красивые лозунги. А герои этой фотосессии – это два друга, Луц и, точнее, как друг и подруга. Луц и Алекс. Луц – молодой человек, Алекс – девушка, которые вместе гуляют, лазят по деревьям и изучают друг друга. Изучают свои половые органы друг друга. Как бы вот так вот непонятно играют, но как-то не сексуально. То есть в этом… Да, вот он залазит ей под юбку, но в этом нет… Как бы мы не видим никаких поцелуев, акта. Дело в том, что Алекс – это гетеросексуальная девушка, а Луц – гей, и они вот это такая дружба между мальчиком и девочкой. И они проявляют любопытство друг к другу, но при этом это любопытство, хотя оно такое, как будто бы щекотливое, но не имеет никакого по-настоящему эротического, но не сексуального. Я бы так это назвал. Не имеет никакого сексуального подтекста. Такая вот… Такая серия. Мы еще сейчас вернемся к обсуждению, а что же в ней такого. Но сначала хочется вспомнить, какие фотографы… Каким фотографом наследует Тильманс. В 80-е годы на сцену американской фотографии вышла Нан Голдин. Ее фотографии просто были бомбические. Она фотографировала себя и своих друзей в довольно… Ну, есть, конечно, и более нейтральные фотографии. Я выбрал менее нейтральные фотографии, более откровенные. Она исследовала жизнь, личную жизнь своих друзей, свою, и как бы создавая серию автопортретов. И как бы показывала какую-то всю подноготную, что ли. Она, наверное, первая… Первый фотограф, который показала, как люди занимаются сексом, не с порнографической точки зрения. Причем круг ее знакомств был довольно широким. В том числе здесь гомосексуальная пара. И вы видите, да, вот такой половой акт. И такая, как сказать, натуристская, что ли, да, семья, где мама, папа и сын не стесняются ходить по дому голыми, не стесняются каких-то любовных игр при ребенке. И она фотографирует, да, как они проводят день, как они ходят в душ, как они спят, как они занимаются любовью, повторяюсь. И все такое, да. Там есть большая серия о ее друзьях-трансвеститах, которые там красятся, готовятся идти на какие-то ночные у них прогулки, клубы, возвращаются под утро. Вот их жизнь, жизнь, да, какая-то вот другая, альтернативная, которая при этом оказывается по соседству, да, за стенкой в соседнем доме, через улицу, как-то вот, да, жизнь показана очень обыденно, с какой-то очень обыденной точки зрения. Но чем это отличается, я сейчас проверю, да, а вот, кстати, это автопортрет Нан Голдин, скорее всего, уже даже начало 80-х, уж очень она здесь молодая, она родилась в 44-м году. И рядом автопортрет Вольганга Тильманса, 90-й год, «Я в душе» называется. То есть здесь ему 22 года, что ли получается, да? В 22 года. В чем разница, да? Давайте почувствуем, как бы, что именно вот Тильмансовского, да, чем он отличается от похожих фотографий, тоже исповедальных, откровенных, там, да, провокативных, безусловно. Ну, на мой взгляд, вот вы можете увидеть, что Нан Голдин, она, ну, немножечко играет, и она немножечко утрирует. То есть нарочно она расположила, ну, встала напротив, рядом с фотографией вот какой-то, не знаю, дамы из 30-х, да, времен Ордеко, что-то, да, из времен Марлен Дитрих. Наверняка она хотела бы, чтобы мы обнаружили какое-то сходство или какую-то аналогию провели, да. Наверняка она показывает себя драматически. Собственно говоря, если мы вернемся к этим фотографиям, особенно к этой, да, вроде бы постельная сцена, вроде бы, да, там, такой сексуальный жар, все там быстро как-то движется, но она все-таки схватила и выделила тот момент, где мы в этой позе, в этом изгибе могли бы провести аналогии с барочной живописью, да, с каким-нибудь там, Аполлон снимает кожу с Марси, ну, что-то, да, какие-то вот такие изгибы, картинные позы, да, даже вот на соседней фотографии поза картинная, да, она такая, ну, нарочно она показала голых родителей и ребенка, чтобы мы там как-то заволновались, да, а она эпатирует, с большим вкусом эпатирует, да, с аллюзиями, опять-таки, на барокко, на какую-то вот, на картинную традицию, это все, я думаю, очевидно, и Тильманс, «Я в душе», да, максимально нескадрированная какая-то вещь, случайная, с этими каплями воды на объективе, и здесь нет драмы, да, что он там плачет в душе, еще что-то, нет, моет голову, моет голову, и более того, его интересуют очень формально, еще более формальные вещи, чем Голдин, это льющаяся вода, например, да, вот фотография о воде, «Я и вода», потом-то тем не раз пораится, пораится, мы вспомним. И если мы вернемся к серии про «Как брат, как сестра», тоже никакой драмы, никакой эмоции, вот вы посмотрите на их лица, по-моему, вот максимально, да, даже смотрят в разные стороны, специально, чтобы, знаете, не дай бог, вот никакой там мимической морщинки не образовалось, да, деловито разглядывает Луц, значит, промежность Алекс, как-то бесстрастно, ну, смотрит на нас, да, может быть, с таким вызовом некоторым, да, но в чем вызов-то? Сидят на деревьях и сидят, факи не показывают, ну, как бы, они очень простые, да, повторюсь, нет картинности, нет эмоций, нет драмы, да, очень естественная среда. И, конечно, у первых критиков это вызывало ассоциации с Адамом и Евой. И это впечатление еще усиливается тем, что, да, они девушка и гей, которые, да, не чувствуют в себе ничего, как брат, как сестра, да, это невинные люди, хотя там может, что называется, кто-то знает, да, есть некий подтекст, контекст, но это невинные по отношению друг к другу люди, здесь нет, до грехопадения, они откровенны, да, они говорят, а что это такое, а дай я посмотрю, ну, это такие игры в детском саду, да, которые, как бы, ни к чему не приводят, да, они просто, вот, просто, вот они все еще дети, как дети. и, да, в отличие от Нан Голдин, который очень любит как раз такую испорченность, да, такую какую-то сексуальную тля поела, да, эти фотографии, и даже эту, да, и никакой сексуальности вот в автопортрете Тильманса, хотя мы сейчас дойдем и до сексуальных фотографий, но, как бы, все-таки, вот основной такой, что ли, дух Тильманса, он именно очень успокаивающий, очень нейтральный, даже сексуальный он будет показывать как-то отстраненным. Ну, я сейчас не отвечаю за некоторые, которые мы потом посмотрим, но вот пока так, пока это так, серия «Как брат, как сестра», она такая, и она вот этим, этой разностью берет. Хотя, конечно, нет доеда, в 90-е, благодаря журналу ID, он сближается и бесконечным походом по вечеринкам, по каким-то концертам, рейвам ночным, он знакомится, естественно, с музыкальными звездами Британии, и он много фотографирует диджеев, но я вот выбрал две фотографии, но тех, кого вы можете знать, это Дэймон Алборн из группы Blur и Моби, известный тоже электронный электронщик. Каждая из этих фотографий так или иначе обыгрывает как будто какой-то сексуальный сюжет, поза как будто бы из порнофильма и тоже поза из порнофильма. В 96-м он снимает тоже для журнала ID берлинский лав-парад, и можно посмотреть, как он делает подборки, например, он снимает репортаж, и здесь максимально разные фотографии, точнее я здесь вижу три, четыре, четыре как бы вида фотографий, ну не вида, да, плана что ли, да, максимально общий, где в центре оказывается задымленная колонна, и это сразу дает монументальный такой дух, что это событие всеберлинского, а может быть даже всеевропейского масштаба, и людей здесь почти не видно. Есть вот две фотографии просто с людьми, да, которые вот куда-то что-то забираются, что-то они там проводят время, максимально нейтральные, здесь нет даже какого-то центра, да, центрального персонажа, ну что, девушка со спины, наверное, нет, или вот кто-то забрался, но это такие детали скорее. То, что на большие фотографии, да, некая сцена на сцене, какие-то выступающие актеры на сцене, и нейтральная такая толпа, которая дана причем не вот так вот по-муравьиному, да, все-таки как бы они почти все одного размера, а вот крупные очень головы на переднем плане, и раз, и резкий вот, резкий дальний план. И вдруг среди этого шума, дыма, там, каких-то полуголых танцующих, вдруг два молодых человека под деревом разговаривают, да, как бы от большого к маленькому, и это, собственно, характеризует вообще творчество Тильманса, мы это все сейчас посмотрим, как он комбинирует макро- и микросреды, что ли, да, фиксирует их. Действительно, больше, ну вот в начале 90-х, в 90-е Тильманс ассоциировался почти исключительно с такими клубными фотографиями, тусовочными фотографиями, и это фотография 89-го года «Любовь руки в воздухе», фотография «Кровавый танцор» 92-го года, ну, кстати говоря, да, вот здесь уже нанголден, пахнула нанголден, ну, как бы кровь, она как бы дает нам драму, да, и танцор «Оперхаус», ну, «Оперхаус», вероятно, это такой клуб, 89-й год. Ну, вот она как раз снова какая-то нейтральная, как будто бы на переднем плане в центре фотографа джинса просто, да, мятая, складки одежды. Следующая серия, там несколько фотографий не входит, ну, в оригинале она называется «Chemistry», «Chemistry Square», «Химический квадрат». Я подозреваю, что в данном случае «Chemistry» — это какое-то тоже танцевальное заведение. «Химический квадрат» 92-й год. Ну, и фотографии квадратного размера, квадратных пропорций. Так, несколько кадров. Раз, два, три. Четыре. Как вы понимаете, здесь вот нет вообще ни толп, да, ни даже вот как-то герой, ни дан, да, персонаж, а даны только какие-то отдельные его части, да, подмышка, ухо, затылок, там, шея, да. Ну, здесь, вероятно, привлек этот блеск пота. Ну, в общем, какие-то такие, они вроде бы телесные, эротические, но вот это, ну, особенно, наверное, вот это должна быть эротической, но при этом и позволяющие как бы так немножко, ну, отстраниться и, не знаю, как-то пожать плечами, да, вроде бы, ну, что-то непонятно. Но какие-то вот фетиши, фрагментация, и даже это можно все назвать, сравнить с абстракцией, абстрактная фотография, в которой просто фактура вот этих волос, да, или, там, не знаю, вот это, изгибы кожи больше волнует, или блеск, потный блеск волнует больше, чем, ну, чем люди, чем происходящее, чем событие. Вот это такое перемещение фокуса, да, с человека, с портрета на поверхности. И я, на самом деле, вот читал статью довольно большую, каталог выпущенный, каталог Тильманса, который выпустила галерея Тейт, и там именно все про кожу, про ранимость, про поверхность, и потом мы тоже все увидим, да, что в 90-е его волновала кожа и ранимость, поскольку вот этот мир, да, охваченный, там, спидом, охваченный какими-то социальными катаклизмами, спорами, драками, прочее, прочее, кожа здесь стала, в коже соединились эротика, сексуальность человека и защитные функции какие-то, да, его позиционирование во внешний мир. Это более поздние фотографии, уже двухтысячных. Просто интересно, как он в своих фотографиях добивается, как сказать, он делает клуб, соединяет, ну, подобно Нан Голдин, просто Нан Голдин как это делает? Вот она снимает какого-нибудь избитого человека в позе святого какого-то, который показывает, в позе Христа, показывающего свои раны, да, и так она добивается сакрализации маргиналов, да, что вот последний человек, да, последние будут первыми. Она это так делает, картинным способом. Он это делает, может делать через название, например, да, через какие-то сравнения, причем сравнения не художественные, а вот просто в жизни. Работа, ну, ключи, фотография под названием «Ключи», да, такая жизнь, человек, который никогда не знает, где он проснется, у него есть ключи от всех дверей, там, да, все друзья ему надавали свои ключи, они все у него остались в этой связке. И такая коммунальная жизнь, как бы коммунальная, в смысле коммунистическая жизнь. И правая фотография, я думаю, что опытные люди узнали, что это писсуар, опять-таки в клубе, заполненный окурками и вот этими всякими штучками, свечками, ароматизаторами, чтобы не воняло мочой, а называется фотография «Колокол». То есть уже через название можно задать определенный пафос, колокол. Вот эта жизнь, ночная жизнь, жизнь вот этих людей, мотыльков. Я вообще, когда только начинал готовиться, мне хотелось вам такую мысль донести, что Тильманс – это фотограф мотыльковой жизни. И вообще жизнь мотылька – это идеал вот для вот такого художника тех времен. Кроме того, что многие художники, там, режиссеры, музыканты умерли, там, кто от чего, Жан-Мишель Баски тоже вот умер, не дожив до 90-го года, там, не знаю, от передозировок, от СПИДа, и в целом, да, вот это вот, там, Элтон Джон лечился от наркозависимости. Да, сгореть, да, как свеча, как мотылек, летящий на огонь, да, там, песня «Машина времени» вспоминается, да, вот, пережить сразу все, а потом хоть трава не расти. Вот это был такой идеал, и, конечно, я думаю, Тильманс его разделял, хоть и жив до сих пор, но не без нюансов. И вот эта фотография, она, конечно, потрясающая, как бы, мышь убегающая, да, через канализационную решетку, как бы, да, ночь, и она боится света, она боится какого-то вот другого внешнего мира, и здесь, конечно, есть, я думаю, ну, в общем, можно провести аналогии с людьми, я думаю, это вообще даже, что я, просто прекрасная фотография, согласитесь, поймать момент, когда мышка убегает. Опасные, опасные сходства, пара фотографий, которые стала такая, диптих, которая называется, как молитва, или словно молитва, 2001 года, сейчас я проверю, да, 2001 года, которая тоже, она очень часто приводится в пример, две фотографии, на одной фотографии человек молится, а на другой фотографии, ну, такой, так называемый раб, да, то есть, из терминологии БДСМ, вот человек в какой-то вот позе униженного готовый как-то прислуживать, да, и вдруг Тильмас обнаруживает, что сексуальное, религиозное, похожие, и это сходство, эти одинаковые позы наводят на размышления, ну, как бы, унижение, свобода, идеалы, неидеалы, все здесь смешалось, и все нуждается в нашей интерпретации. Извините. Фотография, фотография 93-го года, она называется, слушайте, она называется, конечно, как-то по-английски, я перевел, ну, дословный перевод «Сапожный слуга 3», ну, «Сапожный слуга», ну, что имеется в виду, что это тоже раб, тоже БДСМ, но что это, речь еще идет о людях, которые любят кожаную обувь. А вот, ну, как бы, всякое бывает. А вот, предельно откровенная фотография, и что, например, так, подождите, а что у нас там, да, предельно откровенная фотография, и у нас сейчас будет пару членов. По сути, ведь это что такое вообще? Это автопортрет. Вот это должно, то есть нас не то, что шокирует, как бы, что вот мы видим такую откровенную сексуальную сцену, но что это автопортрет, что камера в руках, как бы, взгляд от лица фотографируется, и он даже нам предлагает эту точку зрения, да, опять-таки, как в порнографии. И вот мы между порнографией и исповедью, да, здесь зависли и мечемся. И тоже, вот, чтобы мы тоже лучше поняли Тильманса, привожу пример, точнее, хочу сравнить. Слева это фотография Роберта Мэпплторпа, как раз того самого, человек в палеостровом костюме, 80-й год вообще. И по соседству фотография Тильманса, да, 90-х. В чем принципиальная разница, да, Тильманс, ну, кто его видел, кто вот его знает, у него очень много откровенных фотографий, очень много порнографических вещей, в том числе с БДСМ фотографий, что там люди в кожаных всяких костюмах, и он себя тоже фотографировал, у него есть автопортреты очень откровенные, там, с холостом в заднице, там, и так далее. То есть, действительно, ну, там было, что отменять в 89-м году, я так скажу, в той национальной портретной галерее. Но в чем вот разница, что в итоге Мэппл Тор как бы просто одуванчик по сравнению с Тильмансом? Да, 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 да. Кстати говоря, точно так же и какие-то хулиганские автопортреты Мэппл Торпа откровенные, и вот этот сапожный слуга. У Мэппл Торпа все фотографии студийные, это искусственно все, да, с освещением, там, черно-белое, да. Тильманс, как будто бы случайная фотография, действительно хулиганская, что называется, в виду прямой эфир, да. И это, конечно, совершенно другой дух, другое настроение, молодежное, хоть и молодежное. Ну, такое вот, более безбашенное и действительно более, еще более шокирующее. По крайней мере, да, он повышает градус. То, что было в 80-м году шокирующее, в 90-м уже как бы не вызывает такого. И фотографии на похожую тему, с похожим приемом. Нан Голдин, рука Жуля. Это, она снимала по гей-пару, в которой один из партнеров умирал от спида. И это уже последние снимки. И вот, как бы, да, рука Жуля, вот человек уже при смерти, он весь, как бы, да, и он истощен, он умирает, рука смерти, а может даже уже и мертвого. И все. При этом она, опять-таки, как я уже говорил про Нан Голдин, очень картинная. И очень как будто бы снятие с креста какое-то. Там тоже акцент часто на руках, обвисших руках христа отделался. Вот, да, это Нан Голдин. И рядом фотография Тильманса. 90... Так, сейчас подождите, найду. 97-й год. Она называется в оригинале Forever Fortresses. Fortresses, я могу ошибаться, но я так понимаю, что это должно переводиться как вечной крепости, хотя я большого смысла в этом сочетании не вижу. Какой здесь сюжет? Ну, я думаю, что вы тоже понимаете, что дело происходит в больнице, и кто-то умирает, и это всегда такой, да, прощальный жест, да, пожимаем руки. Дело в том, что у Тильманса несколько лет был роман с Йоханом Кляйном, у которого обнаружили СПИД, и он умер в 97-м году. Соответственно, после этого... Сейчас что-то на слезу пробило. После этого, как бы, когда узнали, что Кляйн болен, как бы узнали, что и Тильманс тоже болен. Он вот до сих пор живет с положительной ВИЧ, как бы ВИЧ-инфицирован. И эта фотография, да, как бы они прощаются, умирает, да, умирает какой-то важный человек, близкий человек, но все это не просто как прощание, ну, пока, да. Ну, не то, что не «ну пока», в смысле, как жаль мне с тобой расставаться, но еще и почему, да, Вечные крепости, может быть, что я когда-нибудь тоже, или я теперь остаюсь таким же. То есть там есть вот эта преемственность, очень драматический момент, драматическая судьба, когда ты, ну, да, вот ВИЧ, как такой приговор, который просто, он отсрочен, да, и одному срок пришел, другому еще нет, и вот они расходятся, но в 97-м году Тильманс, наверное, еще не знал, сколько он проживет, насколько будут эффективны терапии и так далее. Вот такая история. И опять-таки, в чем разница, да? Нан Голдин снимает других людей, это ее друзья, но она третий человек по отношению к этому. Тильманс снимает самого себя. Это тоже автопортрет, вот эта рука с часами. Кстати, с часами, да? Как снимали многие в 90-е, понимали важность клубной жизни и фотографировали ее. И та же Нан Голдин, и слева от вас фотография Андреаса Гурския, тоже немецкого фотографа, как и Тильманс. Но Гурски специализируется на массовых сценах. Он обожает огромные толпы людей, массовки, снимает туристов отдыхающих, снимает спортсмен, какие-то спортивные соревнования, какие-то биржи финансовые. В общем, ему нравится, когда столпотворение какое-то происходит. И вот он снял, да, это называется, Dance Valley, то есть как-то танцевальная деревня, 95-й год. А напротив, да, справа фотография Тильманса, 2001-й год, она называется «Пробуждение», ну, «Wake». И он снял, как бы, вечеринку, да, клубную, но ее уже нет, она уже закончилась, это утро, да, все ушли, оставили только гору мусора. И его Тильманс может, опять-таки, в своем очень нейтральном стиле рассказывать о людях, рассказывать о каких-то событиях, не показывая сами события, да, очень спокойно, медитативно, в виде натюрморта, потому что его больше интересуют предметы, ну, как бы, какие-то, ну, фрагменты, предметы, да, то есть, грубо говоря, ухо неодушевленное там было в этом химическом квадрате. И здесь тоже, он может показывать неодушевленное, но такое же прекрасное, такое же говорящее, как и толпы народу у Гурски. И тоже, какой акцент мы можем видеть, и те, и другие, конечно, и тот, и другой используют, делают акцент на свете, но Тильманс, это, конечно, он пошел дальше, свет вообще его принципиально интересует. Фотография Пасха, 2012 год, ну, имеется в виду, да, какая-то пасхальная вечеринка все-таки, да, клубная вечеринка. И фигуры плохо видны, но зато есть вот эта дымка света, желтое пятно справа, красное пятнышко сверху, и вот такие вот вещи его интересуют. Одна из моих любимых фотографий, она называется «Полицейский вертолет», в общем-то, запечатлен полицейский вертолет, 1995 год. Ну, друзья, да, что мы видим? С одной стороны, ну, что важно для Тильманса, конечно, полиция, преследование, закон, да, это все такие скучные и вредные вещи для тусовщиков. И, конечно, «Полицейский вертолет» это отрицательный персонаж в его мифологии, но при этом этот отрицательный персонаж здесь показан, как софит, да, как будто они не преступников преследуют, не какой-то, не разгоняют какой-то сквот там или что-то, а они, это софиты, как бы софиты на вечеринке, и весь город превращается в ночной клуб, в котором эти софиты, как бы движутся тоже, наверное, да, мы можем себе вообразить. А в то же время, если рядом повесить фотографию убегающей мышки, то прям сразу какой-то другой сюжет родится, да, мышка, которая как раз, мышь – это тусовщик, который убегает от яркого света полиции, да, который там заходит, светит всем в глаза фонариками и пытается, значит, найти правонарушителя. К свету мы еще, наверное, мы вернемся, а я заговорил о натюрмортах, и Тильманс, параллельно снимая эти все судьбы, сломанные или, наоборот, не сломанные, музыкальных каких-то тусовщиков, звезд, параллельно фотографирует и предметы. Это пример его натюрмортов с носками, у него их довольно много. Носки на радиаторе, 98-й год. Носки, конечно, больше не носки, это абстрактные пятна, да, и вообще, как будто это картина просто, да, белая стена, белый радиатор, это как будто белый холст, и на нем вот такие яркие, абстрактные черные и красные пятна. Много таких пятен, абстракции из носков, из одежды, и вдруг рождается настоящий шедевр, который тоже постоянно цитируется. Это серые джинсы на лестничном столбе. Но я думаю, что вы понимаете, что они выглядят так, как будто это человек, да, как будто это какая-то поза, причем молящийся. Тоже видно какую-то склоненную голову, руки, да, в молитвенном жесте, а это всего лишь там... Кстати, какая-то к чертовой матери куртка. По-моему, это джинсы. А, джинсы, так написано, все. Да, серые джинсы, и это просто расстегнутая ширинка, да, то есть от высокого, одушевленного до низкого и очень такого, ну, блин, это как бы расстегнутая ширинка, а там задница торчит. Ну, в смысле, то место джинсы, где должна быть задница. Вот как-то и сложилось в какую-то человеческую фигуру. Вот одушевление, да, неодушевленного, это тоже такой яркий, характерный прием Тильманса. Мне здесь видится эротическая сцена. Я вот вижу, как один человек положил свои ноги на ноги другого человека. Вы это видите, нет? Ну, вот какие-то, да, пересечения, а это складки, и в то же время это абстракция, просто абстрактные фотографии. Мы даже не можем понять, что это такое, да, это джинсы, куртка, что это такое, джинсовая, что рубашка. Вот такие, а это просто складки, да, не интересует, собственно, история, как бы здесь драма без предметов. Ну, и раз мы заговорили об абстракции, и о свете, и о том, что Тильманс вообще часто, ну, кроме того, что, да, иногда он драматизирует, он иногда, но не так часто, это прям буквально точечки какие-то, в основном, наоборот, старается отстраняться от предмета изображения. Уже в конце 80-х, это вещь, 87-го года, он стал прибегать, появились копировальные аппараты, он стал ксерокопировать фотографии. Фотографии ксерокопируются, оригинал уничтожается, и остается и остается только вот этот как будто бы вторичный образ, да, где изображение как-то так затушевано, перечернено или выбелено, да, то есть контрастность какая-то повышенная, полосы эти характерные, да, для принтера, и это вдруг становится изображением. Это 87-й, это уже в 90-е, он фотографирует и людей тоже, да, ну, морской пейзаж, люди. Вот сейчас, сейчас скажу, когда, 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 в 2010-м году он сделал еще одну серию под названием «Лес». Вот одно из произведений. Он уже стал увеличивать размеры, вообще у него довольно крупные фотографии, в том числе. и вот такой вот лес, который из-за того, что он отксеркопирован, становится абстракцией тоже, да, как и море, собственно говоря. То есть абстрактная сила увеличена. При этом критики во многом, знаете, они, во-первых, подчеркивают роль воображения в ее фотографиях, это то, чего не было у Нан Голдин, она довольно так скрупулезно свои репортажи ведет, что как бы, ну вот мы видим, вот человек, вот что с ним происходит. А Тильманс где-то может грубо говоря, мы этого молящегося вообразили себе, да, или здесь мы тоже кое-что стали воображать, но вовремя остановились. и они говорят, что черно-белые фотографии, они тоже подталкивают воображение. Из-за того, что вы видите редуцированную картинку, редуцированную, вы цвета, какие-то детали, вы их тоже довоображаете. И то же самое, как бы, довоображаете внешность этих людей или довоображаете этот пейзаж. Причем вы его можете довоображать в разные стороны. Вы можете вглядываться в него как в листву, а можете вглядываться, точнее, наоборот, как бы, отходить от него и видеть в нем абстракцию, какие-то формы. Это все будет ваше воображение. Он создает такие элементы, которые должны просто побудить ваше желание подключиться к этому образу и его как-то интерпретировать. Мы до этого смотрели такие документальные фотографии, но Тильманс действительно с двухтысячных уже совершенно... А, вот это серия с 98-го года он начал ее делать. Серия серебро. Первые его абстрактные работы. Что это за серия? Он пропускал через принтер фотобумагу. Опять-таки, эта фотография не сделана с помощью фотоаппарата. Цветной принтер, какой-то делается картридж, пропускается фотобумага, на ней запечатлевается какой-то цвет просто и все. Пигмент. И, соответственно, его особенно интересовало картриджи, которые заканчиваются или картриджи, которые, наоборот, там как-то краски, чернил в избытке. И он смотрит, какие следы получаются. Ну, вот такая работа или другая работа. Ну, их много, я как бы не стал много закачивать. Вот общий вид экспозиции. Они могут быть цветными, ну, бывают, да, серыми, черно-белыми. Они совершенно разные. Другая абстрактная серия с 2006-2008 года бумажная капля фотографирует листы бумаги. Капля – это ассоциация виселица, может быть, может быть, просто деликатный какой-то изгиб, складка, но вот такие вот очень глянцевые, да, хотел сказать, гламурные получаются образы, при том, что это одна и та же конфигурация, но из-за того, что разные бумаги, разное освещение, разные цвета, вот, получаются совершенно разные по впечатлению, по эмоции образы. То есть, какие-то бедные, минималистичные очень образ простой, да, который Тильманс многократно испытывает вот на способность говорить. то есть, конечно, их не четыре, гораздо больше. Другая странная серия, которую от него совершенно не ждешь, но в 2000-е он действительно серьезно занялся абстракцией, это серия «Зажигалка», тоже 2008-й, вот у меня тут есть дата вокруг 2008-го. что это такое? Мятые листы бумаги. Ну, они могут быть помяты, как мы себе представляем, мятую бумагу, или иметь какой-то загиб, сгиб, да, вот там внизу просто чуть-чуть, ну, один сгиб к нам, да, нижний край бумаги. Здесь вот такая гармошка, да, два сгиба, лесенкой так ступенечку лист образует. Вот такая серия. Просто вот нужно смотреть на цвет, его интересует цвет, его интересует объем, эффект освещения, который вот дает, как бы свет падает на изгиб, и какие он дает преломления, да, как части эти светятся, при том, что бумага однородная практически. И здесь хочется вот такие вещи сравнить, есть, привожу просто спонтанно, это, у него есть большая серия, я вам ее не показываю, в 97-м году он фотографировал самолеты Concorde. Concorde, это, по-моему, единственные они оставались, а, есть еще советские, ну, их все сняли с производства, и Concorde, и советский аналог, сверхзвуковые пассажирские самолеты. Сверхзвуковых пассажирских самолетов больше не делают, это оказалось небезопасно. И он сделал большую серию, в 97-м году, они были вообще на производство поставлены, чуть ли не в конце 60-х. Вот, успешно использовались и воспринимались, да, как такой технологический триумф Европы, мира, да, соединяет там разные точки, понятно, что летает на большие расстояния, но серия оказалась пророческой, он фотографировал взлеты, там, посадки, в небе эти Concorde, их довольно много, разные там их разновидности, вот, в 97-м году он сделал серию, а, по-моему, в 2000-м или в 2001-м самолет Concorde потерпел крушение под Парижем, по-моему, и их перестали, как бы, перестали на них летать, то есть еще такая она немножко, да, эта серия имеет некое продолжение историческое, и как бы, это тоже такой уже получился приговор этим Concorde, но, когда мы смотрим именно на эту фотографию из этой серии, малюсенькие Concorde, огромное, чистое небо, которое являет нам просто вот цвет, да, голубой цвет, и тут мы переходим к, в общем, наверное, тому, зачем мы собрались, а именно к серии свободное плавание, одна из работ которой, одна из работы этой серии у нас на выставке представлена. Это огромные фотографии, которые, на самом деле, это сканы небольших фотографий, да, но напечатаны в единственном экземпляре, а создавались они с помощью света. Это техника, ну, по крайней мере, я, мы тут долго с Кристиной, в том числе с Ирочкой, пытались добиться правды, как же делались такие образы, ну, в общем, где-то я встретил термин люминограмма, люминограмма, как бы получение фотообраза путем засвечивания фотобумаги, какими-то пучками света, возможно, здесь вы видите такие мелкие точки какие-то, да, возможно, в деле принимали участие какие-то, знаете, указки или что-то, ну, в общем, это точечный свет, который гуляет по бумаге и в итоге рисует на ней, да, фотобумага как бы засвечивается определенным, по определенным каким-то траекториям, и в итоге остаются вот такие деликатные следы. конечно, если вы наберете в интернете люминограммы, то вы увидите совершенно убогие результаты, потому что лучи, как правило, очень широкие и рисуют, ну, просто вот как люди на снегу пытаются на сугробах рисовать, вот что-то подобное. А здесь получился каким-то образом, да, секрет фирмы, Тельманс, как-то это не все не рассказывает, получается очень нежные, тонкие, струящиеся линии, какой-то такой струящийся рисунок, который вот как дым буквально, да, какая-то дымка застывшая. Несколько работ из этой серии покажу, на самом деле там больше сотни фотографий, все они печатаются в большом размере, вот как у нас на выставке или вот как вы здесь видите. Ну и, наверное, многие тут были на экскурсии, но на всякий случай повторю, да, что серия «Свободное плавание», ее название произошло от значка в плавательных школах, что человек, который выдается в знак того, что человек свободно плавает, да, свободное плавание, то есть это история взросления, история такой инициации, овладение стихиями, а стихия это важно для Тильманса, сейчас мы дойдем до пейзажей, стихия, вода, многие говорят о том, что также для Тильманса важно его увлечение астрономией, мы на звезды с вами сейчас посмотрим, и здесь можно увидеть как будто бы то ли звездное небо, то ли галактики какие-то, да, какие-то карты звездные, очень напоминают все это Млечный Путь, но я встретил вот в том тексте, который говорил про кожу и про покровы, я встретил очень необычную интерпретацию и ей хочется поверить на самом деле. Волосы. Что работы Тильманса всегда очень телесны и свободное плавание, ну кроме того, что это тоже такое телесное соединение тела и вода, плавание, даже во время процесса прикосновения света с бумагой, это еще и вот такой эротический какой-то такой вот мотив волос, подмышек, я не знаю, там, ой, вот, ну здесь, конечно, никаких подмышек нет, здесь вот больше, или здесь. То есть какие-то работы более эротические, какие-то менее эротические, тем более фотографии из этой серии, например, украшают один из самых популярных, самый популярный культовый ночной клуб, или даже это не клуб, а в общем в Берлине, я забыл, как он называется, но все наверняка знают, на Б как-то, Б, 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 никто, нет, нет, Бер, Бер, ну не важно, хорошо, это же может быть хорошо, момента пропаганды никакой нет, ни наркотиков, ни секса, вот, что мы тут будем рекламировать ночные клубы Берлина, зачем? Да, но пейзажность, определенная пейзажность здесь есть, Тильманс хотел бы, чтобы мы интерпретировали как-то эти работы, он как раз всегда говорит, что эти работы для того, чтобы задействовать воображение зрителя, он не должен просто смотреть, он начинает, он должен что-то рисовать, и хочется что-то рисовать в своем воображении, когда вы это видите, и вот это рисование, воображение, абстрактные какие-то волны, они в пейзажах у него есть, я начну с одного из своих любимых, 97, фотографии 97-го года, ну название Гомера, это просто местность, где была сделана, он очень много путешествует, он и выставки, с выставками, без выставок, такие вот рисунки на пляже, и морская волна, какие-то вот такие вот коряги и травинки, и действительно, ну свободное плавание, тоже что-то здесь есть от свободного плавания, да, эти волосики, травы, или совершенно потрясающая фотография, она называется «Свет», не больше, не меньше, 2009 год, тема света, я думаю, она с полицейских еще вертолетов как бы тут идет, во многих фотографиях используется, Ла Пальма, ну это местность, название местности, Игуасу, это название водопада, ну как вы понимаете, это они и конкретные, пейзажные фотографии и абстрактные, это здесь, я думаю, что очевидно. Фотография такая, тоже облетевшая мир, называется «Состояние, в котором мы находимся». Если быть точным, на английском она называется «state we're in», «state we're in», то есть, где мы находимся, но первое, где мы пребываем, но первое слово «state», оно может переводиться по-разному, или «состояние», или «страна», «страна», в которой мы находимся. И здесь очень интересная игра со смыслами, чуть ли не с исходом евреев из Египта, но на самом деле тоже с другой миграционной темой. Фотография сделана в 2015 году и посвящена вот этой череде катастроф, или волна миграции через Средиземное море в Европу. Сначала в Италию, на остров Лампедуза, и потом в Грецию. Если вы помните, Греция тоже испытывала очень большой наплыв. И как раз это в греческие периоды, тогда очень многие художники на это обращали внимание, там Айвейвей поехал, делал инсталляции из спасательных жилетов. И вот Тильман сделал фотографию «state we're in», которая говорит о том, что состояние, если широко понимать, волнение, неопределенность, отсутствие какой-то почвы под ногами, земли на горизонте, это одно. И если мы переводим как страна или государство, в котором мы находимся, то это как раз с одной стороны некое единство, а с другой стороны горечь того, что государства, в общем-то, нет. То есть это море, это то море, это та страна, того государства, к которому стремятся сирийские и африканские беженцы. И прекрасная фотография, тоже автопортрета, Аргонавт с 1917 года, как раз тоже такое, немножко с аллюзиями, странствия, в поисках чего-то, а чего, а впереди волна. И работа, ну, оно называется просто «Небо Мунуваты», это тоже местность, 2011 год, где звездное небо. Как объяснить, причем мы еще сейчас не дошли, сейчас мы уже близки к теме экспозиции, то есть как он делает выставки. Мы пока что видели только фотографии, воспринимали Тильманса как фотографа. Вот удачный кадр, вот удачный кадр, вот тема, с которой он работает, вот другая тема. Но на самом деле с 90-х уже годов, почти сразу, он больше завоевал внимание, ну, и снимками, которые покупаются музейными коллекциями, коллекционерами, продаются на аукционах, но все-таки важной его частью является то, как он их показывает, и то, как он их комбинирует. И он, мы посмотрим, дойдем до этого, но сейчас вот просто вы увидели такой большой разброс, да, от темы СПИДа, круглосуточных тусовщиков, каких-то, да, ночных клубов и мышей, которые бегают по ночным улицам, до, я вам еще не показывал, у нас их нет сегодня в подборке, натюрморты из овощей и фруктов, какие-то уголки его мастерской, уголки его квартиры, носки, немножко на это посмотрели, да, и вдруг звездное небо, и абстракция, и какие-то вообще просто зажигалки, вот эти, цветная бумага, и фотографии, ксеркопированные фотографии, и это все такое разное, но дело в том, что он все это показывает вместе, ну, если не все вместе, то, по крайней мере, комбинирует, и если вы попадаете на его экспозицию, вы не попадаете на тематическую экспозицию, такого у него нет, она может быть тематическая, у него в выставке есть название, есть какой-то текст, но набор изображений очень разный, и это для него очень важно, это как раз его почерк, и как же можно объединить звездное небо и убегающую мышку, или звездное небо, или там даже вот, да, странное состояние, в котором мы находимся, и там, да, вот этот пенис в самолете, что пролетает над морем или что, он создает, он комбинирует, мы, я говорил это в начале, микро- и макро-мир, частные случаи, и вдруг какой-то глобальный, вечный, какой-то вечный образ, типа звездное небо, или море, да, или абстракция, которая как бы тоже, она не рассказывает какие-то анекдоты, она как будто бы вот про космогонию какую-то, да, как миры творятся, она рассказывает, вот эти свободные плавания, да, я хотел показать фрагмент, но потом я понял, что показывать и долго, и он не очень удачный, гораздо лучше он будет в моем пересказе, у Федора Бондарчука, у Сергея, простите, Бондарчука, есть фильм «Война и мир», экранизация Льва Толстого, и, в общем-то, довольно, ну, такой и буквальный, и простой, на мой взгляд, простая экранизация, но там шикарное начало, вступительные титры, начинается фильм, и сначала вам показывают какое-то шебуршение, какие-то росточки растут, какие-то непонятные звуки, какая-то шумовая электронная музыка, что-то поскрипывает, и вам показывают каких-то вот, правда, что-то листочки, лепесточки какие-то, вот мир как бы под травой, мир травы, вдруг камера поднимается, и вы видите поле, на котором эта трава растет, поле или склон, он оказывается очень высоко, и видно еще дальше поля, и вы вдруг видите прям горизонт, и из травы вы как бы выросли над всей, ну, над поверхностью земли, и вдруг слышатся какие-то вот эти выстрелы пушек, крики там, не знаю, ура, или какие-то другие, одним словом, вы понимаете, что где-то еще, но, правда, не в кадре, идут бои, но вы видите зеленую лужайку, и вот что-то такое, какие-то деревушки, и дальше камера очень быстро как-то переносится, незаметно, вообще в небеса, и вы вдруг видите просто, что вы летите среди облаков, вы летите среди облаков, и вот тогда начинается Лев Николаевич Толстой, война и мир, и что-то там потом пошло, а вот в это время произносят какие-то пафосные слова про хорошим людям надо объединиться, и так далее, но мне очень понравился этот пример, это действительно характеризует Льва Николаевича Толстого и Тильманса от жизни травинки, жизни мотылька, беженцы, он фотографирует у него, в 2012 году вышла книга «Новый мир», где он фотографировал базары, людей в Азии, Африке, странах третьего мира, как они живут, и как раз фотография, боже мой, эта фотография туда вошла, то есть как бы, а вот какой он третий мир, там не только беднота, не знаю, какие-то радикальные религии какие-то и прочее, то есть, да, не знаю, кастовые деления в Индии, разные очень, да, то есть как бы такой бедный мир или сложный мир, такой чужой мир, которого мы хотели бы сторониться, и в то же время потрясающее звездное небо, красивейший океан, и все это рядом, да, от микро к макро, да, от скоротечности жизни, и ВИЧ-инфицированных, да, к универсалиям каким-то, да, к тому, что неприходящее, к тому, что над всем этим как бы парит, и мы то ли, мы видим одновременно и связи, и разницу масштабов, как бы небо аустралийца, грубо говоря, то есть вот это, это небо аустралийца из войны и мира, то, что вечное, то, что над всем, да, вот такая вот абстрактная фотография, на самом деле это переход Венеры, Венера переходит через Луну, 2004 год, и когда я смотрю на эту фотографию, я все время вспоминаю Аргонавта, например, потому что он тоже как Венера, который переплывает море, или фотография под названием Лампедуза, 2013 год, как раз это была громкая такая катастрофа, когда корабль потерпел крушение с чуть ли не 500 мигрантами, 100 погибло, 250 пропали без вести, вот, и это была очень громкая история, после которой Европа стала думать, что им делать, как им одновременно и остановить поток беженцев, и в то же время не допустить гибели, столь массовой гибели людей, а вы помните, что, да, из Алжира, по-моему, или из Туниса, в общем, с северной Африки, на итальянский остров Лампедуза, там прям постоянно курсировали эти лодки с мигрантами, они вот, несмотря ни на что, готовы были на все, лишь бы оказаться вот в этом другом, другом мире, новом мире, и обломки Лампедузы, да, он не показывает человеческие жертвы, он по сути делает абстракцию, но эта абстракция, вот она про людей, и когда я думаю опять тоже про эту Лампедузу, точнее, про эту лодку с погибшими, я вспоминаю переход Венеры через Луну. фотография, которая называется «Запас на 17 лет», 2017 год, коробка, набитая лекарствами, терапией при ВИЧ-инфекции, он рассказывает свою историю, рассказывает, как много лекарств приходится принимать, и вот он снимает это тоже, по сути, да, похожие фотографии, их же тоже можно поместить рядом, они очень как бы, да, и, да, у него очень много портретов, тоже я показываю очень мало портретов, вот вначале показал этих музыкальных звезд, это портрет девушки по имени Нанкоси, это Южная Африка, 2008 год, ну, сфотографировал чернокожую девушку, что здесь такого? Майка, как читаете по-английски? HIV, позитивный, HIV, да, ВИЧ, ВИЧ-позитивный, да, HIV, HIV, это ВИЧ и позитив, да, то есть она работает в службе, как раз поддержки, ВИЧ-инфицированных в Южной Африке, и сама ВИЧ-инфицированная, и вот он ее фотографирует, она героиня, да, для него, но это геройство, оно никак не будет показано, там, в ее позе, в ее, там, не знаю, умудреном лице, она показана, как обычный человек, и мы о ней узнаем по майке, да, это вот другой разговор, не так, как у Нан Голден, я опять возвращаюсь к параллелям, к тому, что это вот уже другое поколение фотографов, и да, конечно, ВИЧ-система для него важна, и он установил единственная не фотографическая, не плоская работа, которую он сделал, это Speed Memorial, 2001 год, и на ней написан текст, так, написан текст, и что? А я что, его не перевел, что ли? Да, да, ну сейчас, как же так, я обязательно должен был, что я за человек такой? А, все, я понял, да, вот я дурак, но там написано, сейчас, всем умершим, всем инфицированным, и там дальше типа близким, их близким и их друзьям, их родственникам и их друзьям, вот так, то есть, потому что, конечно, это переживают не один человек, да, а вот вся семья, и не только семья. А теперь поговорим о том, как он показывает. Это экспозиция, фотография экспозиции, 93-го года, на которой он соединил свои фотографии с журнальными вырезками, то есть, журнальными разворотами, то есть, свои фотографии показал из журнала, как бы напечатанных в журнале, и какие-то чужие дополнительные материалы. И, как вы видите, он в основном с своими фотографиями не церемонится. То, что вы видите у нас, как экспонировано свободное плавание, это ну, не воля, не воля фотографа, это, скорее всего, необходимость вот это как-то там продажа, в смысле, когда работа оказывается в частной коллекции, ее хотят как-то сохранить. Сам он в своей фотографии, во-первых, даже большое, ой, простите, свободное плавание показывает, как просто лист. работа, состояние, в котором мы находимся, это тоже просто огромный лист, который показывали в МСИ не так давно на выставке генеральной репетиции. Она есть в частной коллекции в России. И он выставляет фотографии листами, которые крепят, ну, по-разному крепят как-то, да, зажимы, на зажимах и прочее, просто к стене. И вот так вот хаотично комбинирует. Вот вы видите уже более взрослую его, более взрослую, ну, как бы, более современную его развеску. И вы видите три, простите, четыре фотографии. Так, по-моему, тут одну в раму засунули, остальные нет, да, или две, да, две в рамах, а две не в рамах. Фара автомобиля, да, серия серебро, да, если вы помните вот эти отпечатки, ночной вот этот пейзаж, небо, да, вот этот пейзаж, этот пейзаж и ухо, я так думаю, что это моби, да, музыкант, ухо с, да, с дужкой очков. По какому принципу эти фотографии соединены вместе? темы у этого нет, но есть желание, чтобы, опять-таки, в вашем воображении фотографии соединялись, как-то начали какой-то диалог, это, это как-то так работает. Другая, другой вид экспозиции. они разноразмерные, да, они как-то все по-разному висят, каждую экспозицию он делает сам, поэтому старается всегда присутствовать на месте, у него есть помощники, есть всегда подробный чертеж, они делают, да, макет, как вешать фотографии, это всегда вот такая очень спонтанная развеска от потолка там до пола. В какой-то момент, так, у меня нет этого момента, да, в середине, уже в середине, ну, или в конце 90-х, по-моему, он начал использовать столы, то есть кроме выставки фотографий, здесь тоже очень разные, да, вот такие натюрморты, портреты, и вы видите зажигалку, а, кстати, Пасха, помните Пасху, это, и зажигалка, такая зеленая, что она там делает, да, вы как бы, два слова вертится, серфите или вальсируете, ну, в общем, скользите на самом деле, вы скользите по этой экспозиции, произвольно решая, в каком режиме вы ее смотрите, в режиме, что это история, человеческая история, и вы тогда даже на натюрморт будете смотреть, как на следы человеческой жизни, да, или вы смотрите на это, как на абстракцию, смотрите на цвета, на композицию, и, конечно, в этом арбузном натюрморте главное цвет, хотя, конечно, не без кровавости, и зажигалка, она как раз вам дает этот ключ, смотрите на все, как на просто набор цветов, да, можно так, да, или, опять-таки, вот так вот, как маятник, то так, то так, и вы вдруг, опять-таки, у вас есть частность, тарелка с засохшим арбузным соком, а есть вечность, это зеленый цвет, например, или красный цвет, или какие-то другие работы, но что это за столы такие? Это так называемые столы для изучения правды. Во-первых, да, после 97-го года для него стала важна тема ВИЧ, стала важна тема дискриминации ЛГБТ, стала важна, так, в 2016-м стала очень важна тема единства Евросоюза, потому что был Brexit, если вы помните, Brexit. 23 июня 16-го года в Англии состоялся референдум, да, и Великобритания, значит, взяла курс на выход из Евросоюза. Тильманс это очень сильно переживал, и массу каких-то акций, там, мероприятий, делал, и выставки этому посвящал. Он, как бы, всегда боролся за единую Европу и за права человека. Мне очень, кстати, нравится, рассуждаем о правах человека, о ЛГБТ, и о том, что Тильманс делал выставки даже в Африке. И у него есть очень, мне нравится такая фраза, я же ее процитировал. Чаво, может, это просто было очень давно? Я так давно готовлюсь к этой выставке. Скукотища, ничего нет. Ну ладно, в общем, он сказал, что показать внимательное отношение к мужскому телу для меня это минимум. То есть, типа, я в мусульманских странах не показываю гомосексуальных сцен, но показать, что мужское тело мне интересно, я его разглядываю, типа, это мой минимум, говорит Тильманс. Ну, в общем-то, он мог показывать, может показать это и ухом просто. Так что, я думаю, бояться выставок Тильманса нам не надо. Столы, да, так вот. И он начал вводить эти столы для изучения правды, в которых помещал иногда фотографии свои, но в основном это материал, это какие-то вырезки из газет, журналов, волнующие его темы. Какая-то информация, чужие фотографии, какой-то медиаматериал. Сейчас, прежде чем дойдем до... Ну, вот да, да, пусть будет так. Один из фрагментов таких столов, которые показываются, которые часто, ну, не часто, но я встречал, дважды встретил в литературе, это... Ну, и потом их не часто перефотографируют, в основном со стороны, вот чтобы можно было хоть посмотреть, что там бывает. Это, например, внизу реклама часов, отец и сын. Наверху фотография, вот я забыл, в одной из мусульманских стран казнь геев. Вот это. Для сравнения. А тут рядом еще какой-то епископ и какая-то большая статья под названием «Релегия». Да. В 90... В 90... У него есть несколько... У него делает очень большое количество выставок и выпускает ограниченное количество книг. То есть, кроме каталогов, именно фотокнига, у него их не так много. В 99-м году вышла книга «Солдаты 90-е». Ну и, соответственно, после этого были выставки «Солдаты 90-е». Это фотография с выставки в 2006 году в Чикаго. Он, как видите, во-первых, использует любые пространства, если они ему нравятся. Он считает, что это поможет для раскрытия темы. Действительно, там красная дверь с надписью ступени. Эвакуационная лестница вот как-то с красными всякими буквами подходит для этой темы. Он там тоже вешает фотографии. Что это было за выставкой, что это было за книга. В книге есть там какие-то фотографии его, но очень много... Это родимейдная серия. Он вырезает, копирует фотографии солдат из различных газет и журналов в 90-х. Что было в 90-е? Ну, а там был, конечно, и Персидский залив, и Чечня, и всё на свете. То есть войны... Мир наступил, в 91-м году. Берлинская стена пала, но войны не прекратились. И он исследует этот типаж солдат, как они общаются, как они себя ведут, как они... Их групповые фотографии, их какие-то дружеские фотографии. Вот как-то так это выглядит. Или вот фрагмент... То есть его выставки, в том числе, становятся всё более и более публицистическими. Стол, посвящённый Тони Блэру. Да, и, по-моему, это что нам делать... А, что не так с распределением, по-моему, так называется. Это там текст. В 2016-м году из-за Брэкзита он делал выставки в Лондоне и Берлине под названием «Место встречи». И там уже не было никаких фотографий его, а это было место просто информации о Брэкзите, что это такое, почему важно об этом знать. Знаете, когда обсуждали конституцию нашу новую в 2020-м году, люди поделились на две категории. Одним было всё равно, лишь была бы конституция, а другие ковырялись в каждой статье и что-то там доказывали. Но в итоге никому ничего не доказали, как вы понимаете. Тильманс тоже пытался изо всех сил доказать, что Брэкзит неправильно, что нужно просто, что люди, которые за Брэкзит, они просто не понимают, что это значит и какие последствия как бы у этого будут. И поэтому информирование с его точки зрения это главная вообще задача, цель человечества. То же самое информирование о том, что такое ВИЧ и что такое гомосексуализм, гомосексуальность. В этой комнатке вы видите постер с текстом No man is an island, no country by itself. Нет человека, который был бы как остров, и нет страны самой по себе. Или как самой для себя. Я просто рад, что он использовал этот слоган. No man is an island это первая строчка самой известной проповеди в английской литературе. Проповедь Джона Дона. Потом этот текст вошел как эпиграф в романе Хемингуэя «По ком звонит колокол». И цитата полностью звучит «Нет человека, который был бы как остров сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши». Каждый человек часть материка. И Британия тоже не может быть островом. Она является частью Европы, частью материка. Вот. Но интересно, как он меняется. Я, честно говоря, в последний раз вживую видел работы Тильманса. Ну, в комплексе, то есть выставку, мини-выставку Тильманса. Я видел в 2014 году в Петербурге. Ну, как бы, каких-то последних вещей я его не видел. Но очень любопытно, какие названия он подбирает своим выставкам. Ну, «Солдаты 90-е» это вы слышали. В 2003 году он, кстати, да, тоже про то, почему он мешает абстракцию с социальной фотографией или с эротической фотографией, с повидальной фотографией. Почему он мешает художественную образность фотографии с документалистикой, с журналистикой, с этими вырезками из газет, да. Он в 2003 году, у него была выставка, она называлась, это на самом деле такой его кредо, «Если одно имеет значение, все имеет значение». Да, вот эта идея, что все имеет значение, и звездное небо, и мышка, убегающая в канализацию, все имеет, если одно имеет значение, все имеет значение, да, вот это, как бы, равенство всех, всего, ну, микро-макро, не знаю, да, маргиналов и Тони Блэра, Попы Римского, все должно быть объединено, и мы тогда получим вот эту равную, цельную картину мира. Очень этический фотограф. И вот он такой был идеологически заряжен, да, и Брэкзит, и все, вплоть до Брэкзита. В 16-м году выставка, вот тут буквально одна фотография, и чистые листы на этих столах. Столы для познания правды, напомню. На них чистые листы, а выставка называется «Я не хочу быть вашим врагу». «Я не хочу быть вашим врагом» и молчание, да, такое. Ну, может быть, да, для человека, который впервые видит Тильманса, это что-то непонятное, выставил пустоту, черный квадрат. Но для человека, который, как бы, знает изобильность, да, видел, как много образов всегда на выставках Тильманса, да, как они напичканы всем. Тот понимает, что, ну, тот как-то это оценит, я думаю. Да, выставка «Я не хочу быть твоим врагом» в 16-м году, а в 18-м году он называет свою выставку «Насколько вероятно, что только я прав в этом вопросе?» «Насколько вероятно, что только я прав в этом вопросе?» То есть вопрос о том, как вести диалог, как же доказывать свою точку зрения, а если это невозможно, а если, ну, да, вот диалог заходит, что делать, как быть? Ну, я, к сожалению, у меня нет сейчас фотографий с этой выставки, но, да, часто Тильманс использует тексты, он делает майки, я сейчас их не показал вам, это одна, вот фотография его молодого, «Open your eyes», «Открой свои глаза», а закончить хочу на фотографии, да, Тильманс приезжал в Россию единственный раз в 14-м году, в Петербург, там, кстати, тоже он делал фотосерию, он уехал, он сделал свою часть выставки, часть своей экспозиции, исследовал город, общался с людьми, у него есть серия, тоже история российских геев, да, там, в путинской России, но, но, наверное, главным символом России, для него стала фотография, он тоже ее часто показывает, очень актуальная фотография из современной России, и 2014 год, конец трансляции, вот не только трансляции, но и наша лекция подошла к концу, я вас призываю интересоваться и Тильмансом, и вообще фотографией, по-другому, потом, вернуться на выставку после фотографии, по-другому взглянуть на свободное плавание, разглядеть там и беженцев, разглядеть там и ВИЧ-инфицированных, и ЛГБТ, и новый мир, третьи страны, страны третьего мира, и драмы, и все, 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 что там на самом деле, и конец трансляции, конечно, там тоже есть, не без него, вот, спасибо за внимание. До новых встреч, зовем всех 21 марта, ой, марта, все уже, 21 мая на ночь музеев, у нас будет необычная экскурсия по выставке после фотографии от фотографов, а также мы будем изучать собачий мир с выставкой ИАЛ, Институт автохтонной лингвистики, у нас будет лекция по зоопсихологии, ну и, конечно, всякие мастер-классы, все прочее, кофе, кофе, музыка, джаз, все, до новых встреч, спасибо. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.